Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролог и практик. Сегодня мы с вами гадаем на Таро после. Это классическая колода, но со всеми сюжетами после того, как это произошло в обычной колоде Таро Райдера Уэйта. У нас будет гадание на замечательную тему, проверка на верность. Ну, тему вы выбирали самостоятельно, среди моих видео. И я думаю, что вы понимаете, что это значит. Это когда вы подозреваете человека в измене. Изменял ли он вам или нет, или изменяет сейчас. У нас будет 4 позиции. Сначала по одной карте, хотя расклад большой. И там будет 8 вопросов. И первый вопрос это отношение ваше к этому человеку на сегодняшний день. Именно ваше отношение. И пока я выкладываю карты, я вас приглашаю на индивидуальные расклады. А также на ритуалы. Это чистки с установкой защиты и откатом. Они у меня от уныния зависят. Также ритуалы на финансы, на здоровье, на отношения. Многие другие. Все они делаются только после диагностики. Диагностики отношений. Ну, диагностика это расклад на отношения, да. Но можно смотреть диагностику негатива. Итак, первая, вторая, третья, четвертая позиции. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета. И значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Обозначение у нас чайничек, чашечка, тортик и еще вот такой кофейничек. То есть, чайник и кофейник у нас. Кто больше что любит, чай или кофе? Пишите, что вы больше любите, чай или кофе? Или вы не пьете ни то, ни другое? А больше любите сладкое? Пишите обязательно. Итак, мы начинаем с самой первой позиции. Эти позиции я отодвину в сторону. И первая позиция это наш вот такой вот чайничек для чая. Итак, первая карта отношения ваши к этому человеку. Это десятка кубков. Несмотря на то, что это у нас торопа следствий, мы понимаем, что десятка кубков все равно счастливая, замечательная карта. Она показывает, что все уже, значит, ночь пришла, вся семья сидит у костра. Вы воспринимаете человека или как члена семьи, любите его, или как для создания семьи, для серьезных отношений. Скорее всего, вы в человека или влюблены, или любите. Все зависит от стадий, на самом деле, ваших отношений. Но вы бы хотели быть с этим человеком. Это сразу же здесь видно. Вы настроены на него. Вам приятно с ним общаться, быть рядом, вот так проводить время. Вы бы хотели, вы мечтаете об этом. Поэтому здесь очень хорошие ваши отношения. Выпало по первой нашей карте. Давайте посмотрим, что дало повод ваш для сомнений. Почему же вы решили посмотреть мое видео и посомневаться в этом человеке? Что дало повод? Туз мечей. Ну, туз мечей это либо брошенная яростно фраза этого человека в вашу сторону, либо какая-то информация, которая всплыла. Туз мечей остренькая карта. Несмотря на то, что здесь меч у нас немножечко отставлен вниз, и вышла рука, которая держит птицу, а птица слепая, но мы понимаем, что только снимут ей эти очки, и птица будет настолько ясно видеть, насколько это только возможно, да, такой зоркий глаз у этой птицы. Поэтому здесь человек пытается от вас что-то скрывать, а вы что-то уже подозреваете, видите насквозь, может быть, даже этого человека, понимаете, в этом дело. И несмотря на то, что в чем-то у вас глаза закрыты, конечно, но поступила информация, что-то вы заподозрили, что-то вы заподозрили, именно получая информацию, а также, может быть, брошенные слова этим человеком в вашу сторону. Давайте посмотрим, что происходит в отношениях на данный момент. Колесо. Все меняется, все переворачивается с ног на голову. Все совсем иначе, чем было раньше. И, конечно, колесо показывает, что бедный становится богатым, богатый бедным, что жизнь, она действительно, она никогда не стоит на месте, и ваши отношения, они не могут стоять на месте. Вот сейчас у них какие-то глобальные перемены. Вот что было до? Что было до того, как вы его заподозрили, этого человека, в неверности? Сейчас все, оно как раз на 180 градусов переворачивается. То есть перемены действительно есть в этих отношениях, это правда. И причем это судьбоносные перемены. Возможно, кто-то даже куда-то поехал, уехал, понимаете, здесь, или собирается куда-то в дорогу. Есть ли связь на стороне у этого человека? То есть сам факт. Сам факт сейчас смотрим, это измены, неверности. Есть ли связь у человека на стороне? Вышла карта Король Жезлов. Вот если на женщину гадаете, то есть сразу же да, есть связь на стороне. Если про женщину спрашиваете. А если про мужчину, то пока что карта, конечно, этого не подтвердила. Пока что карта не подтвердила, ее нужно уточнять, конечно. Но огонь в руках Короля Жезлов, присутствует дух Саламандры, видите? Давайте посмотрим. Ага, двойка Пентаклей падает. Карта Суд. Он знает, этот человек, что если он начнет выбирать, то его будет очень осуждать. В тайне. Этот человек в тайне очень хотел бы, чтобы у него была какая-то связь. Но тут это уже от ваших отношений зависит. Этот человек не изменяет вам. Он боится выбора. Боится, что если он предстанет перед выбором, его будут очень сильно осуждать. И Солнце, и Луна показали, что этот человек грезит внутри, в своей душе про измену. Или грезит про то, чтобы у него была какая-то связь, хоть легкая какая-нибудь, интересная, захватывающая. Ему вот как будто каких-то впечатлений не хватает. Хотя видно здесь, что информация уже вам какая-то поступила. Но и самого факта измены здесь не видно. Карты не показали сам факт измены. Но карты показали некоторое желание пообщаться с кем-то на стороне. Как вся эта ситуация, которая у вас сейчас в отношениях происходит, отразится в дальнейшем на ваших отношениях? Король кубков. Что-то тут не дамы, а короли падают. Тройка жезлов. Сила. Да пока человек будет проявлять инициативу, чтобы улучшать отношения и завоевать ваше доверие, скорее всего, будет писать, звонить, общаться. Хоть ему и будет не очень приятно, что доверие пошатнулось, но все-таки человек будет пытаться улучшить отношения, загладить как-то эту всю ситуацию. Что необходимо предпринять, чтобы укрепить отношения здесь? Что необходимо предпринять? Чтобы укрепить именно отношения. Четверка мечей. Здесь есть на этой карте и благословение. Здесь есть и дама, которая пришла с цветком к рыцарю, который почивает на ложе. Карта показывает, что вам нужно проявлять доброту к человеку, даже если он пассивен, пытаться понять его душу и иногда делать к нему какие-то шаги, инициативу проявлять. Именно инициативу-то какую? Чтобы вы, вы знаете, проявляли милость к нему, заботу, любовь, чтобы ему было приятно. Как он к вам будет относиться в будущем, этот человек? Колесница. Я бы не сказала, что плохо, но тут еще падает жрица и рыцарь мечей. Будут конфликты из-за женщины. Очень сильные. Но человек будет относиться к вам с любовью, но он захочет вами в чем-то манипулировать. Ведь колесница это несколько эгоистичный человек. Он может обладать страстью, привязанностью к другим, но он настолько прет в жизни к одной своей какой-то цели, что и лидерских качеств слишком много, что может что-то делать на зло, и у вас будут конфликты из-за женщины, из-за тайны, или из-за чьих-то магических проделок. Но он будет хорошо, этот человек к вам в будущем относиться, со страстью, с заинтересованностью. Как вы будете к нему относиться в будущем? Король Пентаклий. Восьмерка Пентаклий. Очень надежно. Вы знаете, эти карты, они показали, что вы будете воспринимать как лидера в паре. И вам будет очень важно, чтобы у вас была материальная стабильность и серьезные отношения. Поэтому вы будете относиться спокойнее, чем сейчас. Несмотря на конфликты, ваша любовь к этому человеку только укрепляться будет. Но много мужских карт показали, что в будущем в ваши отношения может вмешиваться еще и мужчина. Это правда здесь. Может вмешиваться мужчина, с чем он идет, но может быть с вниманием к вам. Я не говорю, что вы будете выбирать. Скорее всего, вы выберете человека, которого загадали, но не сказать, что вам будет совсем неприятно. И да, здесь вы будете очень укреплять любовь и чувства по отношению именно к загаданному человеку. Вот такая позиция номер один. Вот такой наш чайный чайник. Посмотрим позицию номер два. Наша чашечка. И первая карта у нас это что... А, отношения ваши к нему сначала смотрим. Ваши к нему отношения. Но вы отвернулись от человека. Пятерка кубков в этой колоде показывает, что человек настолько разочарован жизнью, погружен в свою депрессию, что там тонет человек, а он его не замечает. Вы вообще вокруг сейчас от того, что вы погрузились в свою проблему, ничего не замечаете. Вас что-то очень расстраивает в этих отношениях, очень сильно расстраивает. И это значит, что вы уже как-то вот прям отчаялись, что что-то хорошо может быть. То есть вы гадаете не зря. Это по первой карте видно. Ваше отношение к человеку разочарование. Разочарование. И вы даже вот у вас окружающие, ведь есть. Может быть дети, может быть родители, друзья. Но вы ведь никого не видите и не слышите, и никому не оказываете помощь. А ведь люди уже кричат. Люди уже кричат, что им нужна помощь. Обратите-ка внимание это. У вас же есть близкие. Ну а карта четко показала, вы разочарованы. Вы разочарованы. Что дало повод вам для сомнений? Почему гадаете? Карта мир. Ну мир показывает, что... Ну давайте еще карту. Может это человек женат. Император. Мир император. Что дало вам повод для сомнений? Человек женат. Но также карты показывают, что какой-то итог отношений. То есть человек стал сухой, горделивый, подвел итог этих отношений, сделал какие-то выводы. Что-то нехорошее мог сказать по императору сухое, сухой человек. Вот такое может быть, что закрывает свое сердце, стал черствый, холодный. Может даже проявлять ответственность, но не делает самого главного. любви нет от этого человека. Такой вот прям яркой любви нет. Может быть вы увидели, что чувства переросли в быт больше. И естественно после этого у вас идет разочарование в человеке. Вы начинаете понимать, что он подводит итог отношений. Что происходит в отношениях на данный момент? Выпал король жезлов. Карта король жезлов. Мужчина. Мужчина здесь некий инициатор этих отношений. Яркий, горделивый. Он все хочет контролировать. Здесь властвует над отношениями мужчина. По восьмерке мечей он ведет себя довольно по-хорошему. Проявляет ответственность. Опять же карты показали. Он готов освобождать вас из тюрьмы вашего отчаяния. Он готов проявить инициативу. Проявить к вам себя. Понимаете? Потеплеть по отношению к вам. Сделать что-то хорошее для вас. Есть ли связь у этого человека на стороне? А была ли измена? Дьявол. Да. К сожалению, измена здесь присутствует. То есть, вся суть в этом. Что да, измена все-таки присутствует. Имела место. Вы, скорее всего, узнали. Поэтому и был итог отношений. И он сам какой-то становился сухой. Как это отразится на отношениях в дальнейшем? Давайте посмотрим. Тут жезлов. Ну, на самом деле, яркости добавляет почему-то этим отношениям. Улучшает отношения. Дает какие-то возможности для развития этих отношений. Самое-то интересное. Почему-то измена не ухудшила отношения. А в будущем как будто бы дает им больший шанс. Что необходимо вам предпринять, чтобы прекратить измены и укрепить отношения? Девятка жезлов. Стоять на страже этих отношений, привлекая либо вашего партнера к тому, чтобы эти отношения защищать. Либо еще других сторонних людей. Вместе мы сила, говорит карта. Девятка жезлов этой колоде. Что кто-то другому пришел на выручку. Вместе мы сила. И здесь объединение нужно, чтобы прекратились измены. Чтобы укрепились отношения. Нужно стоять на страже этих отношений. Как этот человек к вам будет относиться в будущем? Императрица, как к самой главной женщине в своей жизни. Если вы мужчина гадаете на женщину, как к своей семье она будет к вам относиться? Любить вас будет этот человек. Любить. Как вы будете к этому человеку в будущем относиться? Отшельник. Вам будет тяжеловато. Но если он будет проявлять инициативу, вы потихоньку смиритесь, оттаяте. Простите его. Но пройдет для этого время. Старших арканов много, на будущее падает. Это значит, что у вас возможна семья и брак с этим человеком. Ну вот такая позиция номер два. Позиция номер три. Наш тортик. Мы рассматриваем верность в этом раскладе. И первая карта это отношение ваше к этому человеку. Это четверка жезлов. Ну четверка жезлов карта показывающая, что вы скорее всего человека любите. И считаете, что этот человек с вами способен создавать семью, быть в семье, жить в семье. Что у вас может быть общий дом, общая недвижимость, стабильность. Вы считаете, может быть, что ваши чувства к этому человеку стабильны. Но это больше похоже на обычную вот такую любовь, серьезную, серьезное отношение к человеку. Да, вот так получается, что четверка жезлов показывает ваши стабильные чувства. Мы здесь еще видим, что все-таки куда-то телега пошла. Все с праздника уезжают, например, да. Поэтому здесь вы боитесь, может быть, потерять этого человека. Потерять радость, которую он вам давал в прошлом. Давайте посмотрим, что дало повод ваш для сомнений. Почему вы гадаете. Король Пентакли. Ну, давайте еще карту доставать. Семерка мечей. Какой-то мужчина мог вам что-то сообщить. Или вы узнали что-то через мужчину. А также у своего мужчины, если вы, женщина, подсмотрели где-то семерка мечей украдкой. В телефоне, например. Хотя он, наверное, мог узнать об этом. О том, что если вот вы подсматривали здесь, в телефоне, в ноутбуке, он мог узнать. Или информация идет через мужчину, или это вы залезли к нему в его личные вещи. Он мог узнать. Ну, давайте посмотрим, что происходит в отношениях на данный момент. Что происходит в отношениях на данный момент. Туз жезлов. Яркость какая-то идет. Саламандра показывает огонь. Это может вспышки быть любого рода. Например, начались ревности. Но, опять же, и тогда должен быть и яркий сексуальный момент в отношениях. Яркость чувств, буря чувств, буря эмоций. Много разных чувств. Туз жезлов показывает. Галлический символ здесь, в этой карте Туз жезлов. Он говорит всегда о том, что мужчина сейчас на взводе. Мужчина на взводе. Он пышет к вам разными эмоциями. Есть ли связь на стороне, на самом-то деле? Давайте смотреть. Изменял ли человек? Паш жезлов. Тут от женщины мужчина пошел куда-то. А потом еще и поехал. Нет, здесь и четверка Пентакли. Рыцарь Пентакли, четверка Пентакли. Не похоже на измену-то. Не похоже. Подозрения ваши, да, мы тут видим. Но здесь не похоже на саму по себе измену. Это могло быть какое-то общение. Или еще что-то такое. Но не измена. Я бы этой изменой не назвала по этим картам. Как вся эта ситуация, неверность, ну, подозрения в неверности, да, ваши вот эти вот, ну, скандалы, может быть, или, ну, ревности, вот эти все вот это прочее, отразится в дальнейшем на отношениях. Король жезлов, дьявол. Человек будет, шестерка мечей. Человек будет вам в чем-то мстить. И идет поездка к женщине в итоге. То есть, то, что сейчас заварилась каша, он еще этот человек не изменял. Но будет в будущем изменять. Карты показали. И еще и колдовство здесь. Смотрите, жрица с дьяволом выпадает. Это черная магия. Однозначно. Здесь кто-то колдовство может применять в будущем или уже сейчас. Для того, чтобы человек, допустим, изменил. То есть, самого факта измены я не вижу. Он еще не считает, что это измена какая-то. Но в будущем будет, вот как будто бы. И все это из-за черной магии. Кто-то пытается тоже вашего человека переманить на свою сторону. Что необходимо предпринять, чтобы укрепить отношения? Десятка кубков. Ну, быть семьей с этим человеком. Страсть проявлять. Заинтересованность. Инициативу. Две карты выпали. Десятка кубков. Десятка пентаклей. Показывающие, что нужно здесь очень серьезно относиться к человеку. Давать ему надежность. И считать его своей семьей. Чем больше вы показывать будете, что он ваша семья. Тем больше он будет привыкать к вам привязываться. И меньше хотеть куда-то на сторону. Как этот человек к вам будет относиться в будущем? Ссоры будут. Конфликты. Этот человек немножко будет эгоистично себя проявлять. И будет с вами конфликтовать. Отбивая свое лидерское место в этих отношениях. Считая себя лидером в этих отношениях. Он готов за лидерство сражаться. Чтобы вы ему ни в чем не указывали. Ваше отношение к человеку в будущем. Семерка кубка. Будете строить иллюзии. И перенимать опыт этого человека. А также опрометчивые поступки будете совершать. Вы будете боготворить в чем-то этого человека. Как будто такая шальная, уже больная любовь. И будете совершать глупые поступки. Поэтому вам здесь нужно проанализировать всю ситуацию сейчас. Для себя сделать выводы из расклада. И поменять тактику. Ну вот такая вот позиция. Вот такая позиция номер три. Четвертая позиция. Мы проверяем верность загаданного человека по отношению к вам. И первая карта это ваше отношение к этому человеку. Четверка кубков. Да еще и кубок все-таки взял этот человек с облака. Что ему высшие силы предложили. Да еще и вылил. Чтобы вам сейчас этот человек не дарил, не предлагал. Или пытался пообщаться. Вы все будете отвергать. Отвергли. Что-то идет как отвержение. Есть другой вариант. Это вас отвергли. Чтобы вы не предлагали, вас отвергают. Либо вот наоборот. Что вы отвергаете все, что вам предлагает человек. Игнорируйте его. Карта все равно говорит о чувствах. Но они выглядят как ультиматум. Что дало повод вам для сомнений. Верности. Четверка пентакли. Человек стал совершенно, перестал вообще к вам себя. Как бы то ни было проявлять. Либо он на какое-то время вас вообще оставил. Либо он перестал хоть как-то себя проявлять. Хоть какие-то давать чувства и эмоции. Стал до боли пассивным в отношениях. И вообще перестал хоть как-то в любви признаваться. На свидание звать. Сексом заниматься. Да что угодно. Никаких чувств, а только закрытость этого человека. В этом весь повод. То есть самый главный. Что происходит в отношениях на данный момент. Двойка жезлов. Ситуация некоторого выбора. Во-первых. Во-вторых. Отстраненность некоторая друг от друга. Вряд ли вы общаетесь. А если общаетесь, то натянуто. И холодно, я бы сказала. И ситуация выбора здесь показана, конечно. Ну давайте посмотрим, есть ли связь у этого человека на стороне. Изменял ли он. Девятка мечей. Десятка пентаклей. Семерка жезлов. Какая-то женщина, если вы на мужчину гадаете. Либо наоборот, если вы на женщину гадаете. Мужчина. Очень сильно лезли к вашему человеку. Ну, грубо говоря, любовница. Или бывшая жена. Или еще кто-то. Ну как любовница. Которая хочет быть любовницей. Очень сильно лезла к человеку. Он ее всячески отпихивал. Она хотела денег. Он сражался с ней. Не спал из-за нее. Чувство вины испытывал. Всячески отбивался от нее. Не вижу здесь измены. Здесь человека заставляли что-то сделать. Всячески навязывались ему. Вот так я это вижу. Человек от нее, как война у них была, отбрыкивался. Отпихивался. Может быть, даже иногда приходилось как отстегивать деньги. Потому что она не отставала ни в какую. Он спать не мог. Я здесь измены, как таковой, почему-то не вижу. Либо есть другой вариант. Если это все-таки измена, то человек сейчас в ужасных отношениях с этой женщиной. В ужасных. Как в итоге на ваших отношениях это все отразится? Иерофант. Колесница. Король Пентакли. В будущем отношения все равно укрепятся. Есть другой вариант. Возможно, вы найдете другого мужчину. Но это меньше тут вариант. А больше именно отношения ваши с загадным человеком укрепятся. И будет совместная поездка куда-то. Я это так вижу, что возможен брак в будущем. Просто нужно пережить вот эти волнения. Возможно, измены не было. И вам нужно все перепроверить. Как он к вам будет относиться в будущем? А, ну давайте. Что необходимо вам предпринять для укрепления отношений? Дьявол. Паш Мечей. Пока не доверяйте вашему партнеру. Пока все не проверите. И пусть он добивается вас снова. То есть ему нужно добиться вас снова. Вашего расположения. Чтобы он полностью вас добился. Вы не можете проявлять инициативу к этому человеку. А только недоверие. Пока он не докажет обратное. Как он к вам будет относиться в будущем? Шестерка Пентаклей. Двойка Мечей. Двойка Мечей. Король Жезлов. Мирно. Будет стараться мирно решить вопросы. Помириться. Помочь вам в чем-то. И проявить дальше потом инициативу по отношению к вам. Как вы будете в будущем к этому человеку относиться? Девятка кубков. Семерка кубков. Отшельник. Несколько отстраненно. И даже как будто будете строить по поводу него какие-то иллюзии. Но при этом отстраняться от него. От этого человека. Потому что скорее всего будет переживание. Но потом дадите ему шанс. Карты говорят. То есть вам нужно время для того, чтобы избавиться от каких-то иллюзий. Прийти к тому, чтобы познать правду. И уже потом оттаять. И дать ему второй шанс. Я это так вижу. Ну вот такие у нас были 4 позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Школа Таро Альвиен. Всем пока и до новых встреч.